всем привет пока у меня очень много пока у меня есть время я сейчас как раз буду заниматься тем что буду укладывать волосы феном я вам сейчас покажу потому что очень многие просили показать как я это делаю всем доброе утро я просто приболела и сегодня вот я нахожусь дома пока у меня есть возможность показать вам как я буду укладывать волосы значит не очень какой-то внешний вид ну короче болезнь болезнь сказывается на мне болезнь наверное не только на мне короче урзи такое что просто кошмар как я укладываю вот волосы феном сейчас продемонстрирую да так наверное для начала все-таки установлю телефон поудобнее чтобы вам было лучше видно если я обещаю обещала я все-таки показать как я делаю укладку и конкретно вот многие просто показать как челку я укладываю да сейчас продемонстрирую я конечно не мастер в этом деле да но я не супер мастер в этом деле значит покажу какой фен фен не рекомендовала мой мастер у кого я постоянно делаю укладку волос ольга крылова вот такой вот фен babyliss стоит он помочь от порядка не помню 5 может быть тысяч что или или десять не знаю короче вот этот фен очень неплохой служит он мне уже год как два вот что еще понадобится для того чтобы уложить волосы да ну вот у меня волосы сами по себе пушистые доброе утро доброе что вам еще понадобится однозначно вам понадобится вот такая вот расческа круглая вот в принципе наверное среднего диаметра я купила и очень мне еще нравится для расчесывания волос просто расчесывания вообще и ежедневно применяю вот эта расческа это риф гош спасибо большое это риф гоши французская марка расчесок вообще просто великолепно расчесывают волосы просто великолепно не дерет их короче кто не пробовал расческа стоит по районе 500 600 рублей кто не пробовал советую все-таки попробовать вот вот такую расческу она разных цветах и кому я всем дарила моим подругам приятельницам и родственникам все короче только это расческой пользуются это сеть риф гоши французская марка не знаю как точно называется мне тоже порекомендовали обалденная так потом что еще мои волосы я шампунем и пользуюсь бальзамом обязательно но пока то есть вот они еще они не закончились эти средства это вот эти вот шампунь и бальзам шампунь кстати обладает вообще просто шикарнейшим ароматом можно даже им пользоваться как и гелем для душа обалденный аромат это корейская косметика это корейская косметика вот мне очень нравится короче помыла я голову потом по кончикам я прошлась таким вот очень недорогим средством для легкого расчесывания волос это я сейчас просто не смогу наверное отвечать на вопросы да потому что я извиняюсь потому что я сейчас буду показывать как я феном все делаю по заявкам по заявкам трудящихся просто люди просят мои подписчики показать показать уже давно они просят и вот я что-то как-то затягивал с этим делом хотя обещала вот у меня так вот выглядит волосы то без укладки это после мытья и что я сделал вот еще то такое вот средство для легкого расчесывания я брызгаю на влажные еще волосы вот по по длине то есть на корни я не наношу а чуть-чуть по длине буквально пять пшиков по всей длине волос вот еще что мне нравится какой средств смотрите у меня есть это капос вот такое вот средство тоже это наносится она совершенно легкая невесомая невидимая тоже увлажняет волосы то есть вы моете шампунем бальзамом и потом вот это средство можно разбрызгать на влажные волосы на влажные то есть перед прям буквально перед укладкой вот увлажнитель такой неплохой очень вот так ну что начнем да то есть я вообще не профессионал то есть я не профессионал то есть я делаю сейчас покажу как делаю именно я то есть многие там девочки делают может быть ли намного лучше потому что мне очень тяжело укладывать вот эту часть волок вот эту часть головы укладывать тяжело потому что надо вот так вот по идее делать зацеплять вот тут вот выпрямлять я нет я все время все делаю быстро тороплюсь и поэтому часто в принципе посещаю мастера чтобы не сделали укладку в салоне до добрый день вот и соответственно как я все это делаю то есть я беру вот такую расческу прошлом говорят вот брашинг диаметр средний фен я обычно ставлю может быть я и двоечница да но я обычно ставлю чтобы все делать побыстрее на максималку по идее правильно сделать на среднюю то есть температура будет воздух будет не горячий идти но будет то тяжело вот таким вот образом я прохожусь по боковым боковой части волоса потом смотрите у меня есть еще вот такая вот расческа вот такая вот расческа ей принципе можно сделать объему корней я не очень люблю объем если даже хожу в салон попрошу чтобы не объем не делали вот так сейчас покажу потом по пробегусь по вопросу то есть чуть-чуть я расческой поднимаю корни чуть-чуть и поддувая туда уже прям в корне и вот получается прям такой чуть небольшой объем я не люблю объем сразу говорю но вот вы видите как в принципе вот он уже тут получается даже от одного взмах фена так а вот затылок затылок что я делаю затылком то есть я беру вот так просто вот вот так вот так вот накручиваю вот вы видите да и опять же вот таким вот образом я дую феном и вот уже более-менее приличный вид так по поводу челки да ну то есть соответственно я сейчас сколько раз мою голову раз в два дня раз в два дня я мою голову потому что чем чаще вы ее будете мыть тем быстрее она будет засаливаться то есть я мою голову вот сегодня я могу походить с распущенными волосами потому что волос чистый а на завтра я уже это все буду забирать или в хвост или в шишку то есть соответственно на третий день с утра я мою голову но если какие-то мероприятия предстоят пока мне ничего не предстоит тоже я заболела то тогда я однозначно мою тогда каждый день то есть с утра я мою голову или там перед мероприятием тогда вот так вот конечно чтобы не портить волосы рекомендую все-таки на среднем фен то есть не горячим воздухом дуть а держать на среднем на средней температуре и соответственно вот с этой вот этой же расческой сейчас я пройду и приступим все спрашивали по поводу челки челка кстати вот укладывается не всегда так как нужно у кого есть челки да удлинен эти знают что в принципе может быть и жопа то есть когда особенно надо вот что-то прям чтобы получился обалденно фиг что получится короче смотрите я раз я просто отделяю челку но опять я все делаю быстро отделил просто приблизительно вот вот таким вот образом я беру брашен средний у меня брашен и я просто накручиваю накручиваю вот так вот на брашен накручиваю накручиваю челку вот вот таким вот образом то есть я накрутила ее и я беру фен ну стал я оставлю на максималку может у меня поэтому так вот волосы не могут отрасти до определенной длины из-за того что я их конечно пережигаю ну фиг его знает короче ставлю на максимум в принципе наверное я мед по температуре а ну и на максимум по вентилятору все то сейчас маленько все остынет и и вот и челка распалась вот на такие вот составляющие то есть мне сейчас не нравится затылок я оба чем вот здесь вот подняла поэтому беру вот прям маленькую часть на затылке тоже также довожу до конца брашен то есть если вы хотите закрепить допустим завертеть вот эти части но у меня очень послушный волос и принципе с первого раза они у меня ложатся в большинстве случаев так как мне нужно все то есть вот вот получилась такая быстрая укладка но можно даже сказать сушка если чё-то мне не нравится я еще раз беру все что можно сделать кто любит объем я знаю что мастера иногда делают как чуть-чуть подчесываю да вот здесь вот 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 то есть можно чуть-чуть подначесать и вот будет уже ляжет более получше вот эта часть и забрызгать лаком лаком я пользуюсь мне нравится последнее время было flex но вообще самый лучший лак это капос я заказал мастеру продается по моему симфонии красоты она мне сказала огромные такие флаконы то есть лак вообще не склеивает волосы имеет не при такой приятный аромат вот надолго его хватает потому что вот это вот все-таки склеивает волосы но хорошо фиксирует то есть вот так я сделала и чуть-чуть я вот таким образом закрепила лаком все то есть это страна у меня готова эта страна готова то есть вот тут вот тоже можно чуть-чуть брызгануть вот и теперь челку то же самое то есть я могу ее чуть-чуть подначесать подначесать вот прям чуть-чуть и опять так же закрепить лаком вот и вот таким образом получается получается у меня можно сказать такая ежедневная укладка вот на каждый день я вообще раньше пользовалась дурацким феном стоимостью там 200 рублей скажу так скажу честно сейчас может у меня где-то и валяется нет нигде он не валяется а вот нет нигде он не валяется то есть я пользовалась дурацким феном и мне мастер говорит слушай а ты почему не можешь в домашних вообще условиях нормально тебе делать укладку в этом нет ничего сложного абсолютно главное купить нормальный фен вот я уже показывал да это бэбелис марка то есть купить нормальный фен купить нормальный брашен купить нормальный брашен и все и вот она мне еще такую расческу подарила это вот я уже как показал чтобы корни поднимать и все год больше тебе вообще ничего не понадобится абсолютно так но так сторону я поторопилась доложить ну и соответственно сзади у меня сзади может быть и не очень-то ну мне кажется что вроде как нормально все это выглядит то есть сзади можно тоже побрызгать чуть-чуть лачком прямо в легкую и все это еще я много времени потратил на то что вам объяснить как и что да то есть обычно у меня на это уходит но наверное пять минут времени чтобы сделать вот такую вот укладку на каждый кстати если допустим я хочу допустим я деваю рубашку да мне не очень нравится вот это вот что висит да или допустим на улице нет ветра тоже когда ветер конечно в хвост не очень забирать то я могу и вот так вот сделать смотрите вот так вот я просто делаю отделяем так вот пряди вот-вот-вот-вот вот и я тогда вот таким вот образом смотрите и я в принципе тогда вот делаю такой вот низкий хвост то есть у меня получается такой низкий хвост можно его подвить чуть-чуть или там как-то красиво заколоть и будет прическа с низким хвостом главное чтобы у вас вот здесь вот был объем то есть а я обязательно смотрю на себя со стороны зеркала обязательно вот у меня такое зеркало прекрасное тоже риф гош она кстати с одной стороны увеличивает я не знаю там сколько тут написано же этикетка стерлась по-моему в тысячу раз вот а с другой стороны обычное зеркало то есть обычно когда я вообще одеваюсь даже или я вот делаю укладку то есть я обязательно себя еще смотрю сбоку как это все выглядит что сбоку чтобы у меня тоже было все нормально конечно вот объем чуть-чуть не хватает и сзади то есть я тоже на себя смотрю об смотрю вообще себя со всех сторон вот если допустим чуть-чуть объема не хватает но мне уже некогда я просто могу добить это все лаком сделать то есть я опять беру флакон лака чуть-чуть вот так вот взбиваю волосы и вот так вот лаком чуть-чуть лаком я их устанавливаю все не таким вот образом все выглядит вроде как неплохо то есть на каждый день я считаю что нормально если вы же хотите какую-то более там роскошную прическу или если я куда-то собирать конечно я тогда пойду на укладку в салон и сделаю укладку в салоне так давайте наверное я сейчас перейду вот что-то я как-то все равно когда прямой эфир я хочу сказать знаете когда идет прямой эфир у меня какой-то все равно есть волнение то есть и прямой эфир вести тяжело на самом деле поэтому может быть многие его и не ведут эфир из-за того что это все-таки нагрузка определенная то есть вам могут задать какой-то может быть не очень-то там корректный вопрос вам надо на него нормально ответить вот или там как-то вы себе может не нравитесь начинаете волноваться смотреть на камеру и соответственно начинается с речью проблемы вот как периодически у меня это бывает да то есть я могу там как-то неправильно изъясняться или типа того так наверное здесь будет зависать у нас что дом с интернетом какая жопа вот сейчас я переведу на свое коронное место откуда я часто веду эфиры вот так ну похвалюсь похвалюсь я приболела поэтому извиняюсь за свой голос заболела болел наверно уже неделю и как-то что-то ходил на тренировки посещал тренировки и все равно несмотря на это разболелось еще сильнее так сейчас я налью воды и спасибо спасибо ну вот здоровье поправляю и поправляю капу капли в нос и да это не шортики у меня скажу так это у меня плавки от купальника но могу иногда но могу иногда их одевать и дома вот с рубашкой то есть это это модно было как-то вот одно время но сейчас тоже в принципе модно высокие-высокие вот такие вот плавки купальнику это началось мне кажется уже давненько наверное год четыре назад вот и вот они в принципе как шорты под вечерние платья я их тоже одеваю очень очень так они достойно хорошо смотрятся вот так а если болеешь можно на тренировки ходить я просто думаю я только начала заболевать непонятное было состояние я пошла на тренировку вообще если я чуть-чуть заболеваю да то есть тренировка вышибает это все дело то есть я могу и вообще вылечиться тренировкой то есть вот так вот но если конечно вот как у меня сейчас вчера вообще было ужасное состояние то есть у меня и голова болела и то есть нос был заложен то есть конечно тогда нельзя то есть но температура у меня нет спасибо спасибо большое спасибо большое так там были какие-то да спасибо были какие-то вопросы да сейчас я может быть получится мне я пролистаю что за так что за шортики ответила так 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 энгельс нашлась была да слушайте а тут уже давайте вот по поводу пропажи девочки да то есть я вчера выложила в сторис то есть мне только меня попросили значит сделать репост репосты я делать не умею я просто сделала скрин и отправила к себе в сторис отправила заканчивается отправила в сторис вот то что пропал девочка помогите что-то по слухам как вроде бы она нашлась да то есть это по слухам на самом деле неизвестно нашлась или нет то есть я точно не знаю и сегодня вот мы с одной приятельцей разговаривали она говорит слушай по всем школам развесили объявления что у нас в городе орудует значит банда каких-то педофилов что значит не отпускайте не выпускайте если вы увидите ребенка он стоит с этим отведите мне по такому-то адресу и вы пойдете туда по этому адресу этого ребенка вас там будут то есть над вами будут издеваться то есть вас украдут это все типа мошенники преступники я сначала хотела вот это вот тоже выставить для для людей у кого маленькие дети да а потом думал вдруг это все вообще какие-то провокации что-то непонятное потому что у нас только-только вот какой-то прямо из искоркой у нас из искры возгорает сразу пламя то есть неизвестно я не стал это ничего выкладывать эти объявления думаю вдруг это провокация на самом деле и будет не очень то наверное хорошо блогерам который имеет такое достаточно большое количество подписчиков выкладывать непроверенную информацию непроверенную нет не нашлась вот я тоже слышал вот вы видите что вот эти слухи да один казал-мазал там туда-сюда то есть я слухам не верю то есть нужно проверенная информация а проверенную информацию можно получить где только наверное вот в роботе в полиции кто этим занимается а вот это вот казала-мазала одна другая третья это вообще все бред и вы лошади поэтому я себя просто не позволила то есть у меня было желание вот это объявление типа скинуть но думаю зачем он насаждать какую-то панику среди населения то есть мне кажется это вообще против закона даже делать то есть без подтверждения этой информации я вообще никогда ничего наверное выставлять не буду вот но репост я не сделала в stories я кинула конечно пошли звонки сейчас уже наверное хоть завязывай блин прямой эфир сейчас задолбают даже поболеть не дают вы понимаете что за безобразие такое так это вся информация есть вот 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 так мне нравится как вы обращаетесь с людьми нет агрессии так все честно натурально такое ощущение что общаетесь с подругой по скайпу кайфуешь от эфиров кайфу ли я от эфиров ну во первых это нужно для моей работы раз вот во вторых то есть ну а почему я буду зверем каким-то я чуть не пойму то есть по большому счету у меня все равно все вот все мои подписчики нормально адекватные люди вот и все а чё я зачем я буду хамить или грубить или что то я могу я могу на хамить если на хамство отвечу на хамство в отвечу за словом в карман не полезу вот честно жировская своих и первых говорит что про вас не напрямую конечно сразу приятно вас не напрямую конечно сразу понятно про вас заправшись автомойки ой вы знаете мне все равно то есть по большому счету я на это не обращаю внимание про меня много чего говорят раз второе дело как вам сказать что могут говорить там разные люди и вот это вот кто мне передает это все дело я не больно то и слушаю абсолютно потом опять же говорят ну и пусть говорят значит я популярная я так уже к этому отношусь то есть если был человек никчемный да то я не думаю что про него там шли какие-то разговоры значит мне кто-то завидует кто-то меня там ненавидит но узнать все равно я раздражаю кого-то в принципе для моей популярности я так считаю что пусть говорят не буду я себе даже этим мотать нервы обращать на это все внимание так а про на той продавщицы из ашана ой да ради бога пусть без разницы понимаете во первых чтобы было эфир еще но так сказать смотрибельно что прямой эфир был смотрибельно то есть что тут надо делать ну вот вот калинка калинка малинка моя то есть нужно во первых одеться эпатажно но я так считаю раз второе нужно дать какую-то полезную информацию или посплетничать то есть людям это очень тоже интересно чтобы в прямой эфир у меня собрала собралось количество людей там хорошие да мне нужна какая-то интересная наверное информация вот про гардероб когда я рассказывал у меня там было порядка 498 человек у меня было в эфире понимаете вот сейчас я смотрю сколько у меня сейчас сейчас у меня 143 вот и причем они начинают расти вот эти 143 сейчас будет еще больше когда я вот так вот делаю вот то есть люди начинают расти в прямом эфире если я просто вот это вот шагу вот так и баба 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 какую-то фигню нести то есть я не думаю что это кому-то вообще будет интересно полезно и я и двух человек не соберу себя в эфире это однозначно вот поэтому что тут говорить вот так так слушайте мне наверное нужен знает что мне нужен мне нужно взять так богат так бегают из эфира в эфир и доносит то что про кого сказать ой да пофигу мне все равно знаете я сейчас вот пойду за спальню я боюсь как бы у меня эфир не приостановился мне тут нужно взять шнур у меня слушай а где шнуры а гаян не знаешь слушай ты мне не дашь а дай пожалуйста а то у меня сейчас пипец накроется так и слушай там может аккумулятор тоже есть я не подготовилась я вот вышла в прямой эфир думаю сейчас вот покажу укладку обещанную и все так да нет не бегать о спасибо спасибо вот поэтому что сказать да ну бегают по эфирам допусти бегают какая разница так а кто там у вас кто там у вас люди не а знаете самый классный ответ вот на какие-то там такие вот вопросы до которые может быть ставят в тупик это не забивайте голову это мне супруг так говорит так порой очень так не забивайте голову не забивайте голову у меня это любимое выражение супруга я его переняла короче если вдруг что-то меня начинают напрягать вопросы на которые я не хочу отвечать я все время вспоминаю это крылатое выражение не забивайте голову вот и все погнали дальше о уже видите вот встаю и уже сто пятьдесят три человека так не забивайте голову но вот еще знаете по моим наблюдением по моим наблюдением вот видение инстаграм все-таки когда какая-то сплетня когда какой-то ну наверное может быть и такое обсуждение кого-либо по большому счету тогда людям это интересно людям это интересно то есть кто ведет аккаунт и периодически запускает какую-то информацию для сплетен так сказать да для того чтобы сплетничали про персону человека ну допустим я сейчас возьму и скажу про какую-нибудь ну там саратовскую я конечно не буду говорить там право пугачева потому что они пугачева я и нахер не нужна и вообще и она даже не знает кто это такая никогда и не узнает вот а если я сейчас скажу в прямом эфире про какую-нибудь саратовскую допустим телочку да и сейчас ее буду тут прямом эфире чпокать да то есть конечно на меня пойдет в ответ скорее всего на меня пойдет хайп да и оживление будет оживление будет и на моей странице будет оживление на той странице будет оживление поэтому в принципе наверное сейчас умные люди и продвинутые блогеры периодически так делают но наверное договариваются то есть когда просто я стала ой такая там ну пусть там я не знаю там ира такая она классная такая офигенная подписывайтесь на иру но это может быть так и пройдет никто ничего не заметит а если я сейчас буду про иру тут вот говорите стой за что ира скотина сволочь она там пять раз переделала сиськи она такая раз такая там туда-сюда смотрите на иру не подписывайтесь она там вообще просто трубака не на иру подпишут сразу все сто процентов но по крайней мере зайдут а если там еще у ира вообще будет охеренный аккаунт однозначно нее тогда подпишется но это по большому счету вот я так может быть и сделала бы да с кем-нибудь договорилась бы просто нет ни у кого такого числа на самом деле реальных подписчиков как у меня то есть мне это в саратове делать вообще абсолютно просто и не надо то есть я только могу сказать что-то хорошее тем самым обвиняться подписчиками с человеком вот то есть хайп устраивается это уже нервотрепка и если было бы из-за чего я может быть и сделала бы вот а в саратове то есть у меня самое самое так сказать честное количество подписчиков на моей странице вот поэтому меня часто очень заказывают рекламу я хочу сказать то что может быть кому не нравится что у меня много рекламы на странице да ну то есть или отписывайтесь тогда если вам вас это раздражает или тогда терпите у меня будет реклама но опять же это не реклама скажем так а это на рекомендации тех магазинов где я сама лично покупаю вот чтобы отметать все излишние вопросы в деревья просто меня заваливают вопросами про эти духи магазин заваливают вопросы вот парфюм саратов да я там покупала ароматы заваливать что покупает калачева что покупать калачева вот нам надо что покупает калачева поэтому чтобы отмести заранее все вопросы по поводу своих покупок я вот периодически хожу в эти магазины я их вам выкладываю мне очень много слов благодарности в тысячу раз больше слов благодарности спасибо юли за рекомендации чем вот таких что чё ты все рекламируешь задолбал уже на странице смотреть нечего не смотрите тогда то есть вот таких вот бывает один два человека один вот последнее время значит много рекламы туда-сюда 50 лет я щас буду свое тратить время да вот скажу честно то есть я буду сейчас твое свое время тратить для того чтобы выкладывать посты это час как минимум то сейчас я затрачиваю на то чтобы написать чтобы обработать фотографии чтобы выбрать фотографию чтобы написать какой-нибудь там полезную даже если это реклама все равно это будет полезная информация будет еще больше полезной информации то есть научиться как оформлять там текст на это время то есть я встаю в 6 часов и до 7 утра я обрабатываю фотку пишу пост исправляю ошибки там вот так вот то есть я буду тратить я трачу свое время на instagram и по идее что я должна просто кому не хрен делать чтобы они лежали на диване следили там за моей странице а я на этом ничего не заработала то есть типа клоуном бесплатном работать так что то есть я так делать не буду никогда так не делал то есть если я трачу время на работу значит мне работа должна приносить доход то есть instagram стал уже частью то есть моей работы приносит мне доход это зачем я буду делать в угоду кому-то кому не нравится под их дудочку плясать не будет такого однозначно то есть ради бога то есть если кому-то что-то не нравится пусть отписываются я даю очень много полезной информации в своем аккаунте то есть стараюсь там вот эфир провожу все там по темам которых многих интересуют кого не интересует тогда ради бога то есть я же никого не привязываю наручниками к стулу и не заставляю смотреть там себя правильно то есть за у каждого есть выбор италии большой большой привет италии привет так 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 это я вижу так привет из италии привет так 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 позитивная дама да с характером так хорошо главное потом удержать аудиторию которая приходит на хайп может быть может быть согласна так а я радуюсь за вас много реклам почему не зарабатывать когда есть возможность но вот вы знаете скорее всего такие еще вот там такие отзывы то что типа много рекламы ля-ля-ля-ля это я прекрасно понимаю это тех кто у кого это реклама в аккаунте нет и кому это рекламу не заказывают естественно то есть она сидит королева блин такая она сидит королевишна молодая красивая там я вам не знаю идеальной вот она сидит и речь у нее поставлена и фигура у нее там от бога да она там я не знаю там идеальная да а тут скажет старая сучка калачева старая лошадь блин вся сделана переделанная у нее одна реклама ию-моё она чего охерела что ли совсем и вот она вот это вот она и одно и другое и 5 10 вот она склоняет меня как может что же я у меня нет а у нее еще на охеревшие конечно они будут меня вот так вот в планете в хвост и в гриму и я на это не обращаются вообще люди неадекватные значит что-то в тебе не так знать что-то не так ну и что что ты вся такая красивая что ты молодая ну еще дальше и что дальше тебя пригласили на рекламу это так вот такой крем хороший но все пока это еще себя не покажет она покажет просто тупо вот этот вот крем вот этот его смотрите крем я его беру все пока и все то есть и это извините меня не работа то есть все хотят сидеть ни хрена ничего не делать и при этом чтобы он денежки шли такого не бывает такого не бывает инстаграм это тоже определенная работа я информирую вот точно правильное слово причем я никогда не пойду никогда я не буду в своем аккаунте кого-то про кого-то рассказывать у кого некачественная продукция или допустим про то что я сама не употребляю мне кстати как то наверное мне кажется год назад мне писали в директ по поводу сотрудничества организации это бумбар не хотите ли вы на бартер сработать с нами на бартер заказать у нас прислали пакет вот этих вот батончик буба честно говоря их ни разу вообще не ела эти бумбар батончики то есть стараюсь этого ничего не держать дома потому что я люблю вот и чтобы у меня не был соблазна дома я не держу запрещенку вот и соответственно то есть я бы нет не буду я вас рекламировать честно говоря просто сама не употребляю это и то есть они мне не нужны как таковы эти батончики вот но месяц назад я узнал что оказывается бумбар еще выпускать шикарные джемы вот от рекламы джемов допустим просто даже не то что от рекламы а от инфа чтобы информировать вас по поводу вот этих джемов который стал стал бумбар выпускать я бы прям с удовольствием согласился вот я вам сейчас и говорю да то есть что джемы бумбара обалденные сама я не пробовала но вот одна участница марафона в москве она зашла в магазин где полностью вся линейка бумбар продукции представлена низкокалорийный джемы порядка 16 килокалорий 100 грамм я сама употребляю такие джемы мне очень нравится спасают так сказать от поедания варенье или мёда вот то есть вот этот продукт обалденный я просто хочу хочу сказать про то что я все время если и это у меня то есть я что-то рекламирую с кем-то заключает договор то это значит однозначно сто процентов услуга или товар который мне по душе который мне понравился а не до того что я там а папка там на деньги берусь вообще за любую рекламу вообще абсолютно нет абсолютно так так мне не нужно держать при себе до суда точно точно то есть субъективная да да так деликатный позитивный человек но вы знаете я хочу сказать что все равно спасибо большое спасибо большое не под кого не буду подстраиваться вообще абсолютно не под кого от чего вы катаетесь по полу не под кого никогда не подстраиваюсь на все имею свое мнение но не всегда его могу высказать свое мнение плане того что я как-то ну как вам сказать думаю вдруг она вообще тут мое мнение сбоку припевку и скажут чё на куку то есть я боюсь какого-то наверное осуждение обсуждения моей персоны не хочу лишний раз вообще встревать ни в какие не в не в скандалы и может быть лишний раз не высказывать свое мнение потому что боюсь а вдруг она какой-то неправильно неэтично и вообще не к месту и ну мне скажут то ночью вообще дур что лили мне скажут что вообще то есть и тем более если я вообще буду некомпетентна в каком-либо вопросе то есть в незнакомой компании вот соответственно с незнакомыми мне людьми лично да вы мои подписчики но лично допустим я знакома с малым количеством очень вообще практически с очень малым с единицами поэтому как я могу что-то незнакомое человеку навязывать говорить а вот ты вот такой-то раз такой-то львы такие все там лохи или там как чё тут я никогда себе конечно такого же не позволю то есть адекватный человек понимаю что я общаюсь с большой аудиторией с абсолютно адекватными хорошими позитивными людьми которые практически не отличаются вообще ничем от меня чем вы допустим чем кто-то там галям они там федя хуже меня или там лучше у каждого есть свои плюсы у каждого есть свои минусы и поэтому в принципе я мне очень приятно пообщаться с вами ответить на ваши вопросы и может быть что-то донести до вас полезно но и своего образа жизни или своего там опыта тоже знаю что знаю что меня смотрит очень много большое количество молодых девушек и молодых людей и хочется может быть чтобы но они глядя на меня так сказать может быть там не совершали каких-то ошибок вот в частности я вот уже давно давно завязала так сказать с алкоголем но как завязал то есть не подумайте того что я прям алкаш была до как ни одна тоже одна персона тип да ты алкаш когда ты порола тело у тебя все то есть она меня ни разу а видела на меня как-то может быть пару раз и она начала то что в тело у меня все дрябло вся я висячая значит старая карга значит сделала пластику потому что рожа у меня была значит как после все время как будто я там но не то что я что я пила вот сейчас то есть я как пила я выпивала как и большинство людей сейчас у нас до в стране по пятницам а люблю я пить виски мне очень нравится виски вот и пиво девятка балтика скажу так я вот уже наверное года как два мне кажется практически вообще не употребляю алкоголь потому что хочу достичь идеального наверное тела идеального веса я к этому иду к новому году может быть я дойду все-таки до цифры 55 да не торопясь поэтому я прекратил выпивать алкоголь и вот недавно общаясь с одной с одной с одной девушкой она говорит что как я не смогу она достаточно молодая я не смогу мы вот выпиваем так прекрасно так чудесно я знаете мне кажется не и вот это вот больше всего подействовать вот ты знаешь вот мы с тобой если будем вместе пить алкоголь я буду знаешь что самое интересное вернее ты будешь пить а я ну не буду пить ты не улетаешь на марс поднимаешь то есть ты KNnis улетишь нам если ты выпил алкоголь ты на марс не улетишь мы с тобой вот тут так сидим мы с тобой также сидим вот ты пьёшь но ты не на марсе оде ich you понимаю и я тут же сижу за этим столом вот еслиб ты улики если бы ты выпил вискаре летел бы на марс или куда-нибудь этом не знаю там вообще куда тогда другое дело тогда я тоже накатила и улетела бы с тобой Ну ты сидишь здесь, ничего абсолютно не меняется, ты одел типа розовые очки, и завтра, понимаешь, завтра я встану в 7 утра, пойду на тренировку, а ты завтра будешь болеть целый день, лежать, и, то есть, никаких не делал ничего, и особенно это, особенно это с возрастом, вот такая вот фигня с возрастом, поэтому, как и говорят, что, да, то есть, когда был молодой, то есть, там, пил, курил, неизвестно, чем занимался, утром встаешь, как будто этого ничего не делал. В среднем возрасте пил, курил, там, сексом занимался, встаешь, да, чувствуешь, что это было, а уже в старом, что не пил, не курил, сексом не занимался, а утром встаешь, такое ощущение, что это все было, вообще в огромных количествах, поэтому, конечно, еще вот это вот тут возрастное, я была бы, и я не была бы, а я очень рада еще поделиться своим, может быть, опытом, в плане того, как, как я достигла вот такого, что я могу не пить, вот. Так, спасибо, бумбар говно, вы знаете, для кого-то говно, да, вот я, наверное, тут показывала, уже в основном аккаунте, а может, и не показывала, мне очень, кстати, я давно не пробовала этот продукт, вернее, не давно, а как-то давно мне уже говорили, девчонки, мои приятельницы, что очень классная продукция, фит-парад. Сахарозаменители, вот у меня уже закончился вот такой вот банк, сахарозаменители, классный, что попробуй, попробуй, я что-то как фу-фу, сейчас я, конечно, активно, то есть, занимаюсь тем, чтобы снизить вес, и, соответственно, я думаю, да дай-ка я попробую. Вот, смотрите, вот такой вот горячий шоколад, то есть, тут получается, если 20 грамм сухого продукта положить, залить стаканом кипятка, получится просто шикарный напиток, это получится прям горячий шоколад, причем он, когда остывает, он получается еще очень густым. Но, вот он мне сначала не понравился, фу, говно, он какой-то мне показался не сладкий, но когда я туда еще добавила, еще я чуть-чуть туда добавила сахарозаменителя, он мне зашел вообще на ура. И сейчас я вот уже купил второй пакет, и я прям отлично его использую для того, чтобы снизить, так сказать, наверное, психологическую тягу к сладкому, вот так вот скажем. То есть, на природе, если кто-то там выпивает глинтвейн или там виски, я вот завариваю такой вот большой бокал вот этого какао и выпиваю. Но из участников марафона кто-то мне написал, что говно, вообще отвратительно, а мне понравилось. То есть, на вкус, на цвет, товарищи, нет. И бомбард джемы, именно, именно джемы, они вообще просто великолепны. Потом, смотрите, то есть, вы можете, вы можете, допустим, вот я покупаю сейчас еще вот такую вот продукцию, это Ями джем, Ями джем, это я покупаю в магазине Шпинат в Саратове. Тут 18 килокалорий, по-моему, сейчас, а, 18, да, вот, 18 килокалорий на 100 грамм, но мне пришлось перепробовать всю линейку для того, чтобы определить, что мне понравилось. Вот этот вот обалденный, он прям, знаете, как, сейчас я покажу, он как джем, выглядит такой, как джем, как желе, вот, смотрите, вот, как желе, вот, очень вкусный, очень вкусный. А покупала я из апельсина, вот этот же Ями джем апельсиновый, мне вообще не понравилось вообще говно. То есть, вот, бомбард, это мне сказала моя подписчица, кто участвует в марафоне, в Москве она купила 10 разных видов этого джема бомбардовского. Говорит, все шикарные. А я вот тоже, может быть, если бы я купила апельсиновый, я бы сказала, вообще эти Ями джемы говно. Так как я купила всю линейку, попробовала, мне очень понравилось. Потом вот еще, смотрите, вот шпинатис тоже я купила, малиновое варенье, оно просто вообще кисляк, вообще необыкновенный. Но очень вкусный, вот, прям просто свежая малина, без сахара, тоже очень мало калорий. Я что туда сделала? Я просто туда добавила вот этот вот сахарозаменитель, фит-парад, туда еще добавила. То есть, калорийность не повысилась, но он стал вкусным. То есть, на вкус, на цвет, товарищи, нет. А вот про батончики не знаю, я не пробовала. Не пробовала. Вот, вот соуса, так, спасибо. От простуды, как лечиться от тем... А, я как лечусь, смотрите, я купила орбидол максимум, я купила орбидол максимум, я купила капли в нос. Кстати, их еще фигде купишь, потому что в аптеке, в двух аптеках их не было, они закончились. Это полидекса, но они с антибиотиком. В принципе, они хорошо при закапывании стекают на горло. Антибиотика, там, я так думаю, что, наверное, очень маленькое количество. Вот, они, в принципе, очень хорошо. Быстро ты излечиваешься, вылечиваешься. Вот, то есть, я эти капли капаю в нос. Орбидол максимум. Вот, и пью побольше жидкости. То есть, чай пью, горячий чай, теплый даже, и побольше просто воды. Все. И вот, если мне, конечно, когда сидишь дома, тянет на что-нибудь такое, то есть, у меня все приемы пищи я соблюдаю, ем через 3 часа, и чай вот пью с таким джемом, который 18 килокалорий на 100 грамм, и все, и отлично. Так, классно, спасибо, спасибо большое. Да, у вас, да, у нее все стоячее было, не висячее. Не пойму. Так, не пойму, все, так. Люблю вас. Спасибо, спасибо большое, что вам 47. Ну, вы знаете, если бы вы меня увидели, то бы вы сказали, что мне вообще 35. Почему-то, я не знаю, инстаграм так искажает или что, то есть, все отмечают, что я чуть ли не в два раза меньше, чем в инстаграм, то есть, в жизни прям такая-такая стройная, 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 вот, то есть, в инстаграм все равно, ну, искажает, наверное, так. То есть, в реальности, ну, меня узнают, по крайней мере, понимаете, то есть, многих еще и не узнают, то есть, в инстаграм она такая вся офигенная, а в жизни она, то есть, там вообще, так, вот, 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 на отдыхе, да, испортить бокал с каким-нибудь деликатесом, чем можно испортить, я не говорю про напитки, что встаешь на утро. Ой, смотрите, ну, во-первых, я не любитель вина, вообще, абсолютно, ну, что там вкус, какой там вкус в этом вине. Во-вторых, то есть, я алкоголь пью, чтобы напиться и забыться, то есть, если я выпивала алкоголь, это для того, чтобы во мне, так сказать, ребенок, чтобы во мне ребенок открылся. То есть, я выпиваю алкоголь, и я улетаю на Марс, грубо говоря, в душе, вот. Поэтому смысл просто пить вино, два бокала, что это даст? Мне это даст то, что, во-первых, почему я еще не пью вино? У меня, у меня вообще аллергия на фрукты. Какая аллергия? То есть, у меня высыпание, то есть, вот, отметьте, кстати, за собой, особенно, вот, я, я 4 года мучилась от того, что у меня каждую осень было вообще отвратительное лицо, кожа. Все шелушилось, какие-то покраснения, то есть, неспокойная кожа лица. И я потом просто чисто случайно, то есть, ни один косметолог мне ничего не указал на то, что это может быть аллергическая реакция, причем это было осенью. То есть, я обожаю виноград, обожала, обожала виноград и жрала его по 2-3 килограмм в день, вот, раньше. И, соответственно, вот, виноград у нас когда начинается? Вот, как раз в осень. То есть, оказалось, что у меня просто это тупо аллергия, из-за того, что я, во-первых, много это все употребляю, и у меня аллергия. И, соответственно, то есть, я заметила, что у меня на вино тоже такая же аллергия, то есть, неспокойное лицо, покраснение, шелушение. А так, как я сейчас, ну, можно сказать, публичный человек, и на меня очень много часто обращают внимание, со мной здороваются, подходят, фотографируются, что у меня, то есть, очень много встреч каждый день, да, мне нужно еще там вот и пофотографироваться, и что-то в сторис выложить. То есть, хочется, чтобы я себе сама нравилась. Вот, соответственно, но на следующий день все равно это не то после употребления вина. И причем, знаете еще, то, что алкоголь на три дня у вас в организме снижает вообще до нуля процесс жиросжигания. То есть, если вы следите за фигурой, сидите на так называемом ППЛ, на какой-нибудь диете, или вот участвуете у меня в марафоне стройности, то, выпив даже чуть-чуть венца, вы тем самым процесс жиросжигания останавливается на три-четыре дня. Потому что печень будет выводить из организма продукты распада алкоголя. Вот, поэтому, ну, а нахрена мне это надо? То есть, никакого него... Вот поеду в Италию кататься на горных лыжах, мы едем на Новый год в Италию, но, естественно, я там буду выпивать, скорее всего, выпивать для настроения. И то, может быть, и нет. Может быть, и нет. Но вообще, я люблю выпить, когда, допустим, какая-то шикарная дискотека. Ну, когда там танцы, дискотека, это все на море, что-то там такое, вот прям такое фееричное. Тогда, да, я могу выпить. Вот тогда, да, но вот в Италии я так думаю, что это будет, поэтому, может быть, в Италии на горнолыжке я и выпью. Никак я не отношусь. Так, Ален, привет, как классно, круто ты выглядишь, умничка, спасибо. Привет, привет, спасибочки тебе большое. Так, чувство юмора у вас, интересно, за вами. Спасибо. У мужа у меня вообще чувство юмора, вообще, бомба. Так, так, батончик редкостный. Так, как попасть к Санжировской, когда, не знаю, что-то, какие-то идут разговоры среди нашей фитнес-банды. Может быть, нам бы там бы встретиться у Лены Санжировской в октябре, в тфу ты, в мае, в мае. Что-то как-то мы соскучились друг по другу и по Лене, и, может быть, в мае мы поедем, если она будет в Альвадоне еще вот проводить фитнес-тур, да, в следующем мае, и смотря там, какая будет стоимость вот в самой Альвадоне, потому что они что-то задрали цены, может быть, я в мае, в следующем и поеду туда. Ну, охота встретиться со всеми нашими, так скажем, чтоб со всеми. Вот. Спасибо. 57 килограмм. Стройная, высокая. У-у-у-у, потому что все время хожу на высоченных каблуках. Свет, спасибо. Хожу на высоченных каблуках, да, их, и брюки в клеши, чтобы эти каблуки закрывались, чтобы мне было видно, что я, у меня средний рост, у меня метр 65 рост, поэтому так вот. Так, чем жизнь? На видео всегда плюс 5 килограмм. Да, наверное, может быть. Так, вот. Так что, вот, отметьте, если у вас с лицом какие-то проблемы начинаются осенью, значит, у вас аллергия именно конкретно вот на виноград. Под Верону мы едем на горнолыжный курорт, по-моему, называется Катани, что ли. Не знаю, честно говоря, потому что порекомендовали курорт нам это горнолыжные друзья, оплачивал супруг, то есть я не ездил никуда, ни в какое агентство оплачивать этим всем занимал супруг, поэтому, честно говоря, не знаю. Мне все равно, то есть Новый год, Италия, горнолыжка, и мне все равно, по-моему, типа Катани что-то такое. Вот, так, да, мне, да, да, вам понравится, вам понравится, да, хорошо она ведет, вам понравится. Кстати, можете еще тоже еще посмотреть фитнес-тур от Ксю Буэно. Я вот вчера в сторис выкладывала то, что Ксю Буэно приближается тур на Бали, там будет бомба, там будет бомба вообще, то есть Ксю Буэно вообще у нее, и цена, 800 евро стоит на Бали съездит, но это без авиаперелета. Но причем авиаперелет, Ксюша вам может порекомендовать, какой взять авиаперелет, то есть мне у нее, я у нее тоже была два раза у Ксю Буэно, прям рекомендую, очень вам понравится. Так, Юля, посмотрите, пожалуйста, сколько стоит фитнес-тур Санжировска в этом году, Вальва Донни. Я не знаю, я не знаю, я не смотрел, сколько, зайдите к ней на страницу, напишите Санжировску, узнаете, сколько у нее стоит фитнес-тур. Так, ну все, наверное, да, я сейчас, у меня уже сейчас будет прием пищи, я сейчас поем, и пойду, пойду в магазин, хочу себе купить низкокалорийное печенье. Вот не знаю, завезли они или не завезли, короче, куплю низкокалорийное печенье, прогуляюсь, короче, вот пока погода еще, пока дождя нет. Всем хорошего дня, надеюсь, что была вам полезна. Челка вот у меня вроде-то как все неплохо на голове, то есть показала, как я укладку делаю феном, поэтому всем хорошего дня, хорошего вечера. О, кстати, напоминаю, если у меня здесь участники моего марафона стройности сейчас меня смотрят, не забываем, что у нас сегодня в 20.00 по Москве у нас прямой эфир, и ко мне в гости придут две моих участницы марафона, Катя и Мария. Мария похудела на 16 килограмм, и, короче, мы зарубим прямой эфир обалденный, но это будет в аккаунте марафона. Ой, 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 спасибо, спасибо, Саратов 64, спасибо, очень приятно. Покажите потом печенье, пожалуйста. Ладно, покажу, какие духи купили. Я купила кокаин, я же написала пост сегодня, вот, почитайте, купила кокаин. Я так, просто если кто отслеживает за мной и хочет, похоже, быть на Калачеву, у меня, в принципе, неплохой вкус. И вот кокаин, короче, вчера, не вчера, когда я там была в магазине, позавчера пришла, на мне были кокаин уже нанесены. У меня просто невестка с мужем вообще просто охерели, говорит, что такое, что за аромат. Вот, короче, кокаин я приобрела, очень довольна. Супругу купила в подарок Карлов, аромат от Карлов, вот, тоже вообще обалденный, свежий. Поэтому вот, короче, кокаин на осенний период будет вообще самое то, самое то. Добрый день, все, всем пока, погода супер, добрый день, и я уже просто завершаю прямой эфир. Спасибо большое, что присоединились, что смотрели, что задавали вопросы. Спасибо.